В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди простым розчерком экскаватора на площади нарушили плодородный слой, выверли минеральную породу нижнюю, там с двух метров, там с полутора метров, насколько была труба уложена. Вот и все, а плодородный слой, который формировался достаточно много времени, его опустили вниз. Были отобраны пробы, направлены в лабораторию, где проводится лабораторный анализ. Ранее та же компания раскопала траншею длиной 10 километров на территории Волжского района и продолжает работы. По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный сельхозугодием, составил порядка полутора миллионов рублей. Разрешения производительных работ получено не было. Мы возбудили ряд административных дел об административных правонарушениях. Таких случаев еще не было, по крайней мере, на нашей памяти, чтобы настолько, так скажем, не оглядываясь на закон, проводить работы, связанные с нарушением плодородного слоя почвы. В отношении Казанской компании уже возбуждено 12 административных дел и уголовное дело по факту самоуправства. Есть и обращения в судебные инстанции. Видимо, ценные агрокультуры на этих землях смогут гласиться только по решению суда. Количество автошкол в Самарской области уменьшилось в разы. На плаву остались лишь 57 прошедших аккредитацию. Право обучать получили те школы, техническая оснащенность и профессионалин сотрудников которых позволяют делать из чайников настоящих водителей. Наш корреспондент продолжит. Более 130 автошкол насчитывалось в области еще в прошлом году. Но, по словам специалистов, большинство из них скорее зарабатывали деньги, чем готовили водителей. Во многих учебных заведениях автодромы для тренировок и сдачи экзаменов присутствовали лишь на бумаге. Почему-то кто-то затратил это, а кто-то вообще ничего не сделал и катал, по сути дела учил учеников на различных площадках вдоль берегов, на полях и так далее. Отсутствовал и постоянный штат инструкторов и собственный автопарк, которые у серьезной автошколы быть должны. В итоге полный курс обучения, а самое главное – навыки вождения давались далеко не всем желающим получить водительские права. В лучшем случае теоретическая часть, часть на компьютере, которые могут быть, и далее получение свидетельства об окончании этой школы и свободный уже полет на экзаменационную деятельность. После этого курсант сдавал и по пять, по семь раз. В данном случае он оказывался в следующем. Он больше жаловался на госэкспекцию, почему к нему принимают такие строгие меры. А вот на свою школу, к которой мы и предлагали обратиться, а почему такое дано обучение? Автошколы, которые пожелали остаться на плаву, все же предприняли все необходимые для этого меры. Закупили новые автомобили, обновили техническую базу и привлекли к работе настоящих профессионалов. Пришлось немножко подкорректироваться и автодром, привести в порядок соответственно с требованием ГОСТа, в соответствии с требованием нового технического регламента, новой программы обучения. Закупали, что у нас манекены закупили, новые тренажеры. Электронный тренажер, это как игра в Денди, то есть человек не боится большой машины. То есть там он сначала научился вождению, а зам управления автомобилей, затем пересаживается уже на автомобиль. Ежегодно водительские права в Самарской области получают порядка 50 тысяч человек. Из-за сокращения количества школ, говорят в госавтоинспекции, эта цифра не уменьшится, но зато должно вырасти качество обучения. Какого-либо ажиотажа не предвидится. И то количество школ, которые есть, они как раз способны обучить всех желающих. Но надо четко на сегодняшний день понимать, что то количество школ, которые сегодня получили, мы будем их контролировать, чтобы это дальше, в общем-то, все соблюдалось в рамках существующего законодательства. Сейчас право на обучение в Самарской области есть у 57 автошкол, 30 из них в Самаре. С их перечнем и адресами можно и нужно ознакомиться на сайте областного управления ГИБДД. Более полумиллиона рублей – такова задолженность жителей советского района Самары за услуги газоснабжения. Всего насчитывается более 20 неплательщиков, долг которых составляет от 30 тысяч рублей. В связи с этим ресурсоснабжающие организации совместно с судебными приставами вынуждены идти на крайние меры и перекрывать подачу голубого топлива, устанавливая на трубу запорное оборудование. На газовый экран перед газовым прибором устанавливается вот такое запорное устройство. Закрывается на ключ, ставится так на трубу, после чего пломбируется. Абонент не имеет права ни срывать пломбу, ни снимать его самостоятельно. То есть он не сможет самостоятельно уже подключиться к газу. Будет сидеть без газа до тех пор, пока он не оплатит полностью, не покасит долг. После того, как они оплачивают задолженность, в тот же день сотрудники Самаргаз подключают газоснабжение обратно. Прошло 16 лет, но память о них до сих пор живет в сердцах коллег, родственников и друзей. В областной столице почтили память 57 сотрудников милиции, погибших при пожаре в здании УВД в феврале 99-го года. В течение 16 лет в трагическую дату Вениамин Чернецов приносит цветы к мемориалу. За пять лет до трагедии он ушел на пенсию, но на боевом посту продолжали оставаться его коллеги. Память о них стереть невозможно, рассказывает полковник запаса. Теперь нам остается жить и помнить, жить и помнить, что вот были люди, которые здесь высечены имена, которые на этих плитах, которые отдали свою жизнь, были верны клятве. Ну и они в нашей памяти они будут, по крайней мере в моей памяти они будут честно живы. 10 февраля 1999 года в страшном пожаре при исполнении служебных обязанностей погибли 57 сотрудников, тогда еще милиция. Довоенная постройка с деревянными перекрытиями внутри вспыхнула, как спичка. Огонь тушили почти сутки. По версии пожарных причиной стало замыкание электропроводки. Все эти годы руководство областного главка продолжает оказывать помощь семьям погибших тогда милиционеров. Мы обязаны, наверное, помогать, всемирную помощь оказывать детям сотрудников погибших при исполнении служебного долга. Потому что ушли родители из жизни. Кто будет заниматься этими вопросами? Конечно, только мы. И мы этим вопросом занимаемся. В церемонии возложения цветов приняли участие представители различных ведомств. В часовне возле мемориала прошла служба в память о погибших. Прийти на помощь в трудную минуту готовы не только полицейские. В Самаре за активную гражданскую позицию и проявленный героизм объявили благодарность и вручили ценный подарок сержанту внутренней службы ГУФСИН Игорю Матушкину. Мужчина обезвредил и задержал двух злоумышленников, которые поздно вечером на улице напали на девушку и под угрозой расправы отобрали у нее сумку. У них была бита, я отнял их биту, после чего задержал с помощью приемов рукопашного боя. Нас хорошо подготавливает служебная подготовка, правила рукопашного боя, приемы, все мы это отрабатываем. Это нормальный гражданский поступок, я считаю так. В федеральной службе исполнения наказания Игорь работает чуть больше года. На боевом посту, говорит, приходится видеть многое, не исключены и нештатные ситуации. Так что опыт есть. В итоге двое задержанных злоумышленников сейчас дожидаются суда. А мы напоминаем, если вы стали очевидцем того или иного происшествия, свои фото, видеозаписи и комментарии к ним вы можете прислать на наш электронный адрес sdsobaka.samaragis.ru. Лучшие из них попадут в эфир программы «Сыскное дело». На этом я с вами прощаюсь. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова